Всем привет! Это будет вторая часть, посвященная ценообразованию. Делаем мы ее на заводе, который занимается, скажем так, средним уровнем. Это не то, как мы снимали в начале, это не бюджеты, это спиннинги ценой примерно от $120 до $170 в розницу у нас в России. Сразу хочу сказать, что тема очень неоднозначная, тема спорная по одной простой причине, потому что серединка может прыгнуть чуть выше головы и сделать что-то уже, скажем так, на очень приличном уровне, а может использовать более бюджетные графиты в более бюджетных припрыгах и получить по итогу почти-почти бюджет. Об этом мы, наверное, поговорим попозже, а сейчас просто давайте немножко рассмотрим ценообразование. Что и за что вы платите, когда покупаете спиннинг в средней ценовой категории? Естественно, опираться я буду на свои данные, на свой, скажем так, опыт в создании своих брендов, но в принципе, в принципе, этот мер довольно тесен, насколько я знаю, разницы практически особо-то и нету. Там все очень сильно зависит от маленьких нюансов, а основные вещи, они у всех одинаковые. Поехали! Значит, смотрите, первый момент, это у нас бланк. Какие же графиты, в каких припрыгах применяются обычно в серединке? Значит, чем отличается серединка от топа? В серединке используются более бюджетные припрыги. 99% — это Корея. В данном случае, вот, это один из лучших корейских припрыгов — это Hankook. Значит, он чуть дороже всех остальных, чем, например, там, SK, чем TB, но Hankook просто мы можем брать в качестве идеала, потому что он наиболее часто применяемый, именно когда делают что-то более-менее приличное в серединке. Значит, розничные цены. Я их буду называть именно розничные в России. Предвижу крики, предвижу мобли, предвижу все остальное, но на самом деле, как бы, больших наценок огромных нет в рыбалке, и чтобы не путать всех никого и ничем, я именно называю то, сколько вы будете платить за ту или иную вещь покупать в спинках. Поехали. Значит, первое — это, естественно, припрыги. Я специально взял три цены, три варианта припрыга с различными графиками. Все припрыги с относительно низким содержанием связующего, то есть это, конечно же, не Торуэй, не Митсубиши, связующего здесь побольше. Это порядка 30-25% в теории, на самом деле, там побольше. Ну и там 35% связующего. Самый простой припрыг, цена вопроса 27 долларов примерно. Это 24 тонны графит и содержание связующего примерно в районе 30%. Значит, такой же по связующему припрыг, но с графитом 30 тонн — это примерно 46 долларов за квадратный метр. Ну и, соответственно, 40-тонник — это 76-77 долларов за квадратный метр. В принципе, в среднем, если брать по практике изготовления бланков на таком заводе, в основном все-таки применяются 30 и 40 тонн, поэтому финально цена материала в этот бланк, который у нас будет создан, будет порядка 25-28-30 долларов за бланк, за материал, который вы будете использовать. Следующий момент. Так как мы говорим о среднем уровне, обычно мы уже используем усиление. Усиление, собственно говоря, может быть либо CP, либо банки, либо 3к. Ну вот я взял самый такой средний вариант — это CP. За то, что у вас будут вот эти волшебные полоски, которые чуть-чуть укрепляют вам бланк, примерно вы заплатите в районе 7,5 долларов. Следующий момент. Ева — рукоятка. Это 6 долларов. Дальше — катушки-держатель. Ну, так как это уверенный средний класс, тут без фуджа делать особо нечего. Фуджеские катушки-держатели борются вам примерно в 11 долларов. Следующий момент. Это кольца. Ну, про фуджи говорить не буду. Возьмем на примере Seagite. В принципе, разница по цене у них относительно небольшая. То есть этот комплект колец Seagite вам обойдется примерно в 18,5 долларов. Следующий момент. Это на мотке. Все вот эти обмотки на спиннике. Если мы возьмем примерное их количество, то у нас получится в районе 6 долларов. То есть 6 долларов за спинни, которые вы взяли — это вот селка на мотке, которые вы на спиннике. Дальше — чехол. Чехол обычно не самый фаршивый. Примерная стоимость чехла — 6 долларов. Следующий момент. Это колечки. Вот, опять же, так как у нас палка не бюджетная, хочется немножко их красоты добавить, то колечки немножко подороже. Вот. И в среднем на колечки мы тратим в районе 10 долларов. Наклейки. Различные наклейки на палки — это тоже стоит денег. Средняя цена наклейки в районе 4 долларов. Вот. Ну и последнее — это, соответственно, самый какой-то такой момент — это сборка. Сборка без учета намоток и примотки колец, которые мы уже посчитали. Вся сборка нам обойдется примерно в 27-35 долларов. То есть в итоге что мы получаем? Я так взял по минимуму, по среднему. У нас получилась, что цена спиннинга минимальная, сделанная из нормального материала — это в районе 120 копейками долларов. Вот. Можно ли дешевле? Дешевле можно, смысл нет. По одной простой причине — если мы будем ставить более простые припрыги с более низким, с более высоким целями связующего и, скажем так, с более низким модулем, то мы получим тот же бюджет, а бюджет гораздо проще делать на заводах, которые у нас специализируются. Там немножко другая система производства, соответственно, получится то же самое, но дешевле. Можно ли дороже? Да, в принципе, можно. Единственный момент в том, что в какой-то момент цена вопроса удилища начнет в двух пор подходить уже к цене этого удилища, если бы оно было произведено, например, в той же Корее, как мы делаем в Корее на японских материалах. Что мы тогда получим? Мы получим, что нет никакого смысла тратить деньги на таком заводе. Для меня намного проще потоке в Корее и сделать это с большими тарами. Единственный момент. Остается посочувствовать заводам, которые находятся непосредственно в Корее. Они работают четко на тех же материалах, с тем же комплектующим, но есть одна проблема. Проблема называется labor cost. Дело в том, что если здесь, в Китае, сборка равна примерно 27 долларов, то в Корее это будет примерно, ну не соврать бы, раза в полтора дороже минимум. Соответственно, если примерно 40 долларов, вы отдадите за непосредственно сборку, если это Корея. Вот выкидывать эти деньги я абсолютно не хочу, потому что, честно говоря, сразу скажу, основная масса заводов, которые являются серединкой, на самом деле это заводы, принадлежащие корейцам. Основные инженеры здесь корейцы, хозяева корейцы и любые серьезные посты на этого завода занимают корейцы. Китайцы здесь просто только рабочие руки, не более того. Ну а за счет того, что labor cost сам по себе здесь ниже, можно сделать дешевле, но ничуть не хуже, чем самой интернет-корейцы. Поэтому лично я в Корее произвожу спиннинги только из японских материалов, а из корейских выпрыгов, пожалуйста, это проще в Китае. На самом деле разницы. Разницы вы не увидите вообще. Это, кстати, к вопросу о том, кто, где и как делать, откуда у нас получаются спиннинги, мэдом корейцы, но это сильно-сильно меньше, чем должны быть. Так не бывает. Leibon cost, вот это правило я отменял, сейчас минимальная цена работы корейского рабочего на заводе в районе 7,5 долларов в час. Посчитайте. Так, теперь вернемся к самой такой теме, животрепещущей. Как вообще понять, что у нас в руках? Ну, понятно, что любой спиннинг среднего класса, он должен быть сильно лучше бюджета. В первую очередь, это, наверное, вес. Вот когда берешь спиннинг в руки, мы смотрим на сам спиннинг, вес всего роли особо сильно не играет. А вот вес вершины я бы сразу сравнил. Чем легче вершина при примерно одинаковой, соответственно, длине и мощности, тем выше и технологичнее там стоят материалы. Вот это, по-моему, краска, то, что надо смотреть. Дальше, следующий момент. Скорость возврата вершины. Чем она быстрее, тем лучше и высокотехнологичнее племенный материал. Наверное, это вот 2 самых важных момента, на которые надо включить внимание. Теперь следующий момент, который я тоже так расскажу, в легкую затрону, многим не понравится. Дело в том, что, в принципе, с таких заводов огромная масса бланк ответ в Японию. Ну, чтобы вы понимали, как бы, бланки катаются здесь, и дальше их добавляются в Японию, в Японию их собирают. Догадайтесь, какое волшебное слово о происхождении пишется на этих бланках. Ну, честно говоря, я бы сказал так. Наверное, две трети бланков, на которых написано «Волшебный Барин Джапан», сами бланки произведены примерно здесь, либо в других местах, потому что такие события здесь не один и один. Это не говорит о том, что это там какая-то фигня и прочее, что вас обманули, но вас не обманули по правилам. Там, где собирается конечный продукт, собственно говоря, является страной происхождения. Просто дело в том, что если вы хотите получить что-то действительно серьезное, спиннинг, очень внимательно относитесь к, скажем, к культурическому спиннингу. Смотрите на веса, смотрите самое главное на пластичность. Вот если спиннинг достаточно пластичный, скорее всего, там действительно митсубиши или таре при преге. И именно при преге, потому что митсубиши и таре волокна, они и в Хангкоке, и в СК, они везде есть. Мы говорим именно про при преге, что самое важное является. Ну и как бы, с другой стороны, наверное, не сильно надо на это стоить больше внимания, если бы не большие переплаты. Смогли купить дешево в Японии, скажем так, спиннинг, даже если была производственная в Китае, никаких проблем говорите на заре. Чуть потеряете КТХ, но как бы, все познаете с отличительным сравнением. Вот. В принципе, все, что хотел, наверное, сказал. Вы понимаете прекрасно, что минимальная цена спиннинга, после всего перечисленного, это примерно от 120, но это я брал по минимуму. Потому что, на самом деле, мы добавим модуль, мы добавим что-то еще, у нас получится порядка 150-160, иногда даже 200 долларов, прям за 200 может перевалить, потому что мы действительно делаем какую-то хорошую вещь, самую топовую. Вот у меня есть некая модель, которая стоит уровень 14 евро. Да, Китай, да, вот на таком заводе. Вот. Но там, на самом деле, очень хорошие припрыги. Там, в этих припрыгах, очень хорошее графит, графитовое блокно. Поэтому, ну, наверное, того стоит. Дороже 14-15 тысяч розниц из Китая, ну, наверное, только если вы какие-нибудь кольца SICK. Вот. Если это Fuji SICK, тем более, если Fuji SICK TITANIUM, а потом еще стоит о чем-то поговорить. В принципе, на обычных кольцах спинник ценой дороже 14-15 тысяч рублей в розницу, я его не пойму о нем. Я не знаю, за что там просят деньги. Вот. Собственно говоря, это, наверное, все. Мы будем делать третью часть. Третья часть будет про бюджет. Там особо сильно говорить нечего. Максимум, возможно, эконом, делать средний бюджет и совсем быстрый бюджет. Но об этом мы поговорим в следующей части. Все. Всем пока. Увидимся на канале. А я продолжаю заниматься тем, что люблю больше всего. Разрабатывать новые спиннинги для собственного класса. Всего доброго. Всем пока.